Воспитывайте ребенка, пока он поперек лавки лежит, гласит народная мудрость. О том, почему это так важно и какие методы воспитания применяются в современных дошкольных образовательных учреждениях, обсудим с гостями в студии. Это заведующий детского сада номер 290 Екатерина Шулаева, воспитатели и победители областного конкурса «Воспитатель года» Мария Лейбград и Наталья Румянцева. Здравствуйте! Здравствуйте! И у меня первый вопрос к вам. Как вы попали в эту систему образования, именно в систему дошкольного воспитания? Было ли это для вас важно? Или вы готовы были в общем и целом в этой системе работать? Ну, если позволите, я начну. Попала я в систему дошкольного образования достаточно случайно. Привела туда младшую дочь, ребенка. Ну и как любая волнующаяся мама, конечно, хотела быть рядом, планировала год с ней побыть рядом и вернуться в медицину, которая вот на тот момент для меня была основной, основным видом деятельности моим являлась. Но так сложилось, что увлеклась, вошла с головой, окунулась в этот мир и там и осталась, о чем, собственно, не жалею. Да, ну это хорошо. Мария, а вас что привело? Меня жизненная дорога тоже достаточно неожиданно привела. Когда рождается ребенок, и жизнь меняется. И вот так же я привела своего сына. Ну, по образованию я учитель русского языка и литературы, и поэтому мне это было близко, педагогика. И меня тоже как-то все это увлекло. Передо мной открылись новые какие-то горизонты, и я смогла уже творчески как-то реализоваться как личность, как педагог. И по сей день работаю. А не планируете перейти в школу затем преподавать? Таких мыслей? Ну, пока нет. Пока нет. Пока очень много всего интересного в детском саду. Да, Екатерина, а вы? Ну, моя профессиональная деятельность началась, наверное, уже с образования. По образованию я психолог. Работала сначала, началась с детского психолога, потом попала в детский сад. Тоже меня все закрутило, завертело. Пыталась поменять профессиональную сферу деятельности, ничего не получилось. Я все равно возвращалась обратно в дошкольное именно образование, хотя уходила и в дополнительное. Ну, а потом как-то все вверх-вверх-вверх, и теперь уже затянуло. Да, теперь уже. Вверх даже по служебной лестнице, по карьерной. Скажите, пожалуйста, говорят, что с людьми работать сложно. Сложно ли работать с детьми? И в чем такая вот сложность возникает? Потому что, конечно, подход к ребенку отличается от подхода к взрослому, человеку к подростку и так далее. Вот вы знаете... В чем специфика вашей работы? Я бы сказала, что с ребенком работать несложно, если ты его научишься слышать и видеть. Не просто слушать. У вас свой профессиональный подход. Вы знаете, это не мой, это наш профессиональный подход. Я, наверное, вот так вот... Согласятся со мной коллеги, что самое главное – это услышать этого человека. Ну, это же сложно. Сколько в группе сегодня детей? Ну, а вот порядка списочный, наверное, порядка 30-ти, в среднем 28-30. Ну, вот старший подготовительный возраст – это уже 25-27 человек на лицо бывает. Ну, это же сложно, когда все дети шумят, активно играют. Они организованы, они не шумят, они разговаривают, они общаются, они в действии, они задействованы. А как этого достичь, Мария? Вот скажите, вы могли достигнуть, чтобы все были... Вот если вы все помните известный фильм «Москва слезам не верит», когда задали вопрос к главной героине, она сказала, что если вы научитесь управлять тремя людьми, то количество не имеет значения. Я совершенно с этим согласна, потому что помимо детей у нас еще есть и родители. Это папа, мама, бабушки, дедушки, братья, сестры. И ты взаимодействуешь не просто с ребенком, ты взаимодействуешь с семьей. Потому что детский сад, как бы, это вот первая ступенька дошкольного образования. И это как бы от школы чем отличается? Ребенок в школу пришел, отучился, ушел. А ребенок в детском саду, он просто проживает с тобой жизнь. То есть он приходит к семье, к восьми, и уходит он вечером. То есть воспитателем становится не просто уже это воспитатель. Это, я бы не побоюсь от слова, близкий человек. То есть вот выпускники мои, они до сих пор со мной общаются, даже пишут сообщения, поздравляют меня с праздниками. То есть действительно, ты, если ты не допустишь их до себя, какая-то дистанция останется, то действительно, это уже как бы что-то другое. Ты уже не сможешь быть воспитателем, я так считаю. Поэтому нужно отдавать свою душу, быть истереним. Можно быть пастухом, а можно стать другом. Вот как Антон Семенович, уважаемый, очень глубоко, я про Макаренко говорил, быть вместе, но чуть-чуть впереди. Да, ты все равно авторитет, ты взрослый. Но другом стать нужно, которому доверить. А такие тяжело, дети бывают настолько скованы, застенчивы, что ты видишь, и раскрыть его, способствовать тому, что он тебе будет доверять, вот это, пожалуй, сложно. Как вы вспомнили Макаренко, а времени-то сколько ушло, прошло. Скажите, пожалуйста, Екатерина, в современных методиках что-то меняется, или вы основываетесь все равно на основополагающих таких вот правилах Макаренко, которые еще заложил для общения детей? Основополагающие правила никто не отменяет, конечно. Всегда к ним обращаются постоянно, но не стоит на месте мир, он движется вперед. Да, уж особенно сейчас. И новых технологий масса, которые нужно использовать, потому что технологизация, скажем так, процесса, да, она дает свой успех. То есть все новое нужно принимать, а особенно, мне кажется, ну, со стороны даже, с позиции руководителя, мне кажется, что наиболее ярко это все происходит именно в дошкольном образовании. Потому что вот эти маленькие детки, да, маленькие граждане нашей страны, они воспринимают это все с открытой душой, с открытыми глазами, все это впитывают как губка, и потом впоследствии все это им помогает, они все это воплощают в реальность, то есть вот с маленькими детьми воплощать в реальность новые технологии гораздо проще, чем уже со взрослыми. Да, вот как Мария Сергеевна сказала, раз, смс-очку ей написали. Да, да. Я так удивилась, думаю, вы даете свой личный телефон, получается? Ну, он остался, и когда они выпускались, был выпускный вечер. Удивительно, вот раньше же такого не было, да, вот чтобы... Телефонов таких. И телефонов, и даже возможностей. И сказала Мария Сергеевна, можно я вас поздравлю с днем рождения? Я говорю, конечно, я поздравила меня. Удивительно, вот как время влияет на ситуацию. А еще какие задачи, вот вы как руководитель, да, садика, какие задачи перед вами ставят в общем системы образования? В чем вы работаете, с какими методиками, как вы с родителями контактируете? Вот в общем и целом, как можно охарактеризовать современную систему? Современная система, наверное, успех состоит в том, чтобы вот сложился именно тот тандем, воспитатель... Даже не тандем, получается, а уже... Ну там, да, там не тандем, там родители... Взаимодействие, да. Взаимодействие, родители, педагоги, администрация. Администрация. То есть все это вот, чтобы сложилось воедино, и как руководителю правильно вот дать правильное направление этому, чтобы двигались, ну как... А что важно, вот у вас же возрастные характеристики существуют у каждого возраста на детей, да? Вот что важно, с чего начинать, к чему идти, и чем завершать дошкольное образование? Какие-то ориентиры у вас существуют, как у педагогов? В этом возрасте мы делаем это, акцент ставим на ее. Ну, конечно, это же программа. И она предусматривает, что у нас дети поступают в детский сад в три года, это младшая группа, и выпускаются подготовительные. И у каждого года есть свои особенности, то есть свои задачи. И к концу года ребенок должен, ты должна, как педагог, донести до него... Есть одно общее для всех возрастов, это игровая, в игровой манере, в игре. Все, что дается в дошкольном возрасте, оно именно мы играем с ними. И через игру передаем, ребенок должен этого хотеть. Желание ребенка, а не вот я тут придумала сейчас, мне интересно, я тебе должна заставить, ты мне должен это все. Ничего не должен, все идет от детей. А мы поддерживаем детскую инициативу. Самое важное еще, да, что ты ребенку даешь право выбора. Вот если в данный момент ребенок не хочет заниматься тем или иным делом, то есть ты должна построить к нему подход так, чтобы он захотел. То есть право выбора, партнерские отношения. То есть ты общаешься с ребенком на равных, глаза в глаза. Это одно из главного федерального государственного образовательного стандарта, по которому мы сейчас работаем. Государственный заказ – это наши в госы, по которым мы действительно строго идем. Мы тут говоря, да, а это и Лев Выгодский, его концепция лежит в основе тем или иным. Да, в основе лежат. Да, да, да. Все новое, это хорошо заботы и старые, не зря же говорят. Екатерина, а есть в Вашей практике случаи, когда приходит воспитатель, особенно молодой, работать и понимает, что это не его? И что важно, чтобы было в воспитателе? Какие качества? И Вы уже видите, что начинает работать молодой. Самое главное качество у воспитателя – он должен искренне любить детей. А если этого нет? Ну, как? Ну, бывает же, что есть, получил образование, а детей, ну, не очень. Вот шумят они, мне вот это надоедает. Ну, вот если он искренне не любит детей, он долго не проработает этот педагог. То есть нужно любить детей. Можно тоже, да, добавлю. И вот все-таки молодым педагогам, поскольку они юные, приходят совсем юные дети, в наше время настолько динамичное вот такое движение, движение, нужно уметь не лениться. Потому что, согласитесь, да, что мы очень много сейчас именно крутимся, вертимся, двигаемся. И теперь должны быть мгновенно реагировать на все. А тогда такой вопрос, не бывает ли проблем с педагогами, у которых очень большой стаж, и уже такие возрастные, скажем, люди, которые отстают и от этих технологий, и у них другие нормы заложены по работе с детьми. Вот не друг ты мне, а я тебя сейчас вот в угол поставлю, и родителям расскажу, что ты тут хулиганил. Вот есть такое или нет? Или как вы с этим работаете? Конечно, есть. Ну, очень актуальный вопрос, наверное, методического сопровождения. То есть здесь проводится методическая работа с кадрами именно на их профессиональный рост. Мотивации педагогов бывают различные. Не обязательно, что эта мотивация должна быть денежная, да, материальная. Скорее всего, даже важен факт нематериальной мотивации. То есть мы педагогов направляем на семинары, практикумы, какие-то, даже вот участие в конкурсах. В профессиональных конкурсах мастерства. Они дадут, коллеги, мне соврать, насколько это повышает самооценку педагога, насколько у него появляется еще больше стремлений, желаний к своей работе, потому что его увидели, его заметили, его опыт признали, так как он... Да, вот скажите, Мария, сколько вы проработали в детском саду до того, как уже стали участницей конкурса и стали лучшим воспитателем 2017 года? Сейчас я готова к всероссийскому уровню. Ну, я проработала пять лет. То есть когда я работала пятый год, вот началось мое участие в этом конкурсе. Свои уже находки, разработки какие-то у вас случились к этому моменту? Тем, чем вы могли поделиться, новаторство у вас произошло какое-то или нет? Или вы по отработанному уже методикам поработали очень хорошо? Я как бы люблю всегда, да, чем я занимаюсь, заниматься сама. То есть чтобы, да, как бы, мне, конечно, направляют руководители, да, без команды, конечно, ты не сможешь добиться, даже вот если брать конкурс, да. Но, как бы, если следовать работе, да, то я всегда сама. То есть мне нравится, например, вот я в сети года, те или иные у меня были, как бы, разные семинары, потом я прошла переподготовку дошкольного специалиста, разные курсы, вот, например, ЭКТ, то есть современные компьютерные технологии, которые, вот, как вы отмечали, да, без современных технологий, это дети меняются, да, меняется жизнь. И поэтому ты подняешь то, что нравится детям, да. То есть, например, вот утренники, праздники, да, мне нравится их организовывать, потому что я вижу отдачу детей. То есть, как бы, вот я не хореограф, да, но я, мне нравится ставить там, у меня это получается, как мы вместе. А вы знаете, я вижу у вас какую-то артистическую составляющую. Я как раз хотела спросить, вот, у вас это есть, и вы это используете? Потому что, вот, даже внешне, да, вы заходите, и дети, наверное, смотрят на вас, скажут, какая воспитательница. Знаете, перед детьми я была от бабы Еги до Джека Воробья. Вот, значит, все-таки есть, да. Мне это действительно нравится, то есть, как бы. Ой, замечательно. То есть, ваш, так скажем, вот конек, козырь, ваша отличительная черта. Вот вы стали лучшим воспитателем. Почему? Что вас сделало лучше? Ну, прежде всего, это быть самой собой. То есть, как бы, то есть, не надо никаких ролей играть. То есть, вот, кем ты предстаешь перед детьми, то и ты показываешь. Конкурс, это действительно, да, ты показываешь то, что ты делаешь. Как ты владеешь, там, с детьми, когда ты вот показываешь открытые показы. Как ты общаешься, то есть, ты предоставляешь, там, вот, например, видеоэссе, ты рассказываешь о себе. То есть, это действительно, это реализация самой себе. Поэтому, как бы, вот, воспитателям я бы посоветовала не бояться. Быть самими собой. Да. И то, что действительно вам нравится делать, пожалуйста, вы реализуйтесь, не бойтесь, потому что. Потому что дети, это такой индикатор, да. Если вы начнете себя как-то ломать и делаете себя другую, или строгую, или слишком добрую, хотя у вас совсем вы не такой человек, они же это почувствуют. Конечно, я так говорю, все хорошо, но без строгости, без дисциплины ты ничего не добьешься. Представляете, вы заходите в группу, там 30 маленьких детей. Мы собираемся на улицу, нам всем нужно надеть сандалики, 30. Это очень сложно, когда вы говорите, что это несложно работать. Мне кажется, это очень сложно. Очень сложная работа. Внимание 30 детей, которые в общем-то, в общем шуме и гамме привлечут, дисциплинировать их, добиться того, чтобы они все выполняли, все вот эти ваши... Как и в любой профессии, есть специфика, есть профессионалы. Если нам что-то страшное, сложно, они пошли, легко, красиво сделали, правильно? Да, Наталья, вы стали победителем конкурса в 2016 году. У вас какая история? Что вы там презентовали? Почему вы стали лучше, на ваш взгляд? Конструирование – это моя изюминка, это то, что мне очень нравится. Мои дети со второй младшей группы, по группой именно погружены были в этот мир конструирования. Конструкции у нас самые разнообразные, магнитные, суставные, и клик-клак, и мы роботехника. Мы уже с ними схемы, детали вот составляем, они разбираются. У меня сейчас вот к подготовительному возрасту легко работают со схемами, мгновенно придумывают, рисуют уже свои схемы, их ламинируем, у нас есть их коллекция, подборка. Конструирование – это всё, это развитие абсолютно полнейшее, вот полностью захватывает. И мышление, и логика, и образные, и 3D, и развитие. Говорят, даже пальцами работать очень важно, да, вот чтобы это и тактильные. Да, и крупные моторики, и мелкие, они двигаются и ходят. Есть полидром, это огромные, это машины в рост человека, дома в рост ребёнка. Это всё собирается. Ребёнок в динамике, в движении, он думает, он мыслит, он творит. А если у кого-то не получается? Получается, не сразу, вы не представляете, насколько это здорово в этом плане, что их много. Потому что обязательно всегда есть лидер, который мгновенно ухватил, ну вот дано ребёнку от природы. И дети как-то умеют вот лучше, чем я, друг другу это передавать. Я не знаю, может, у каких-то есть люди, умеющие очень хорошо рассказывать, может быть, я не из этой серии. Потому что я вижу, что они друг другу иногда лучше, чем я, объясняют. Это существует. И поэтому у меня нет детей, которые не могут. Они этим опытом делятся между собой. А как вы к этому пришли? Вот именно конструктор. Конструирование. Вот вы знаете, я даже могу сказать, но видим какой-то брёвнышки от старшей, от дочки. Вот остался конструктор деревянный. Изба, поскольку у меня музей в группе, в группе и в саду у нас есть, вот по народной культуре, по творчеству. И вот мы эту избу, и пошло, пошло, пошло. Вот от этих брёвнышек мы пришли к ходячим роботам. Как-то так. Да, это даже вот какой-то символ, да? От брёвен к роботам. От трёхи всё, и наши истории, истоки. А я бы ещё хотела добавить, да, вот, вы слышите, Наталья, что действительно, что тебе нравится, ты реализуешь. Вот у меня мастер-класс был по анимации, мультипликации. Мы с детьми сами снимали мультфильм. То есть это отложило отпечаток, что вот я ваша коллега, я работала на телевидении. Я люблю монтировать, озвучивать. И мы снимаем мультфильмы в нашем детском саду. То есть они могут быть разные, плоскостные, могут быть и с игрушками. То есть увлечь тем, что самому интересно, да? Вам интересен же конструктор? Ну да, я не могу операцию провести, хотя могу, конечно. Есть такой ветеринар-игра, но сам факт, конструируем, мне тоже нравится. Да, а вы знаете, ещё такой аспект интересен. В современном образовании ставятся ли задачи воспитать какие-то определённые моральные качества у детей? Или нет? Или мы все вот, ну как, пришли в группу? Нравственно-патриотическое воспитание, конечно. То есть акцент делается именно на нравственно-патриотическое или нет? Нет. Это совокупность. Это совокупность, конечно. Потому что это было бы несправедливость, а неправильно, если бы только. Это развитие разностороннее развитие, как эстетическое, художественно-эстетическое, физическое. Маленький ребёнок – это семья, дом, мама, папа, малая родина. И вот именно от малого к великому, к глобальному идём. А там внутри и общечеловеческое, и уважение, сопереживание, сочувствие – это всё режимные моменты, это весь день он соткан из этого. Самое главное – не упустить, вовремя проакцентировать. А нравственность на каких мероприятиях? Что можно организовать, чтобы воспитать какие-то нравы? Праздники. Родительские собрания. Девятое мае. С родителями. Совместные, да, мероприятия совместные с родителями. Это в первую очередь, когда родители становятся соучастниками этого образовательного процесса, они начинают больше доверять людям, которым они доверяют своих детей на 12-часовой день. И тут мы можем получить положительную оценку нашего образовательного процесса, потому что родителей захватывает целиком и полностью, начиная от подготовительного этапа в этом конкурсе, само участие в конкурсе и уже подведение его итогов. То есть они с большим удовольствием участвуют в этом во всём. А родители охотнее уже идут в детский сад, потому что не просто отвели утром, вечером забрали. То есть они ещё дополнительно как-то... Конечно, тем более... А что их мотивирует? Потому что вот жаловались же какое-то время, да, что родители не спрашивают ни у воспитателей лишний раз, не ходят, отведут, заберут и всё на этом. Нет, ну, конечно, каждый занят. Конечно, маленького ребёнка привёл, они быстрее бегут на работу, но чем больше мы начинаем предлагать им этого участия совместного, тем больше они начинают вовлекаться в этот процесс. А какие форумы совместно? Вот что они могут и родители, и дети вместе сделать? Ну, элементарно, большой праздник Зорница, вот конкретно проводится в нашем учреждении. Мы проводим и спартакиаду, это зимний вариант, то есть обязательно мы проводим спартакиаду. У нас есть и бега на лыжах семья, то есть там участие по целиком семье и санки, и хоккей, то есть все эти виды спорта, всё это мы делаем зимой спартакиада. А летом мы проводим летний вариант, у нас вариант Зорницы проходит. Причём мы наблюдаем, мы недавно начали, то есть Зорница у нас проходит третий год, и мы смотрим, что родителей, участников родителей становится всё больше и больше, когда мы потом отслеживаем фотографии, когда мы готовим уже итоговые презентации для родительских собраний, мы смотрим, что у нас родителей гораздо больше, чем у детей на площадке, когда мы начинаем всё это формировать. Это тоже заслуга большая, да, руководство, потому что привлечь вот просто так занятых людей, чтобы они ещё своё время личное тратили. Ну да, семья, всё-таки ценность, наверное, очень важная, чтобы семья, да, вместе, не отдельно там где-то родители, деньги зарабатывают, дети тут что-то постигают. Да, и привлечение должно быть не только на субботник, придите, помойте окна, помогите нам в субботнике, а вот именно вот в этом творческом процессе, потому что вот творчество, оно увлекает всех. А в анимации есть, да, дети? Ой, дети, родители участвуют? Да, мы снимаем мультик, да, как бы родители для детей. То есть у нас дети подготовили как бы всех героев, а озвучили потом родители. Но у меня вот была форма с родителями, я приглашала родителей, это было собрание, но это было непростое собрание, как мы сели, посидели, поговорили в форме устного журнала. То есть пришли родители, я им предложила, у нас была адаптация как раз в детском саду, детки маленькие поступили, я им предложила почувствовать себя детьми в детском саду. То есть у нас была волшебная палочка, и они у нас оказались с детьми. Я им показала, где мы спим, где мы кушаем, но у родителей были такие глаза, светились от счастья, то есть они окунулись, они увидели все изнутри. Ну, конечно. Это действительно творческий подход. Когда они все это увидели, они знают, куда они отдают своего ребенка. Ну, чтобы избу строиться, родители. Нет, у нас хорошие были посиделки. Во-первых, мы все музеи собирали вместе, потому что у нас есть прялка настоящая, все колесо-колесом, много атрибутика, ухвата, это все привезено родителям. А тематика какая, музея? Что вы собираете? На заваленке у меня и программа авторская есть своя по этой теме. А посиделки были интересны. Не просто вот у меня с родителями конкретно, не просто принести какое-то блюдо испеченное, а именно которое вот наши пра-пра-пра, они, бабушки, они находили. Это найти нужен рецепт, это нужно его сделать, принести, рассказать, презентовать вместе с ребенком. Очень интересно. У нас вот буквально на днях прошло, прошел праздник, мы в профессии играем, немножко отойду от патриотизма, но при этом остановимся, семью, вернее, еще раз охватим. Дети рассказывали в этом мероприятии развлечения. О профессиях, и они же родителей своих в процессе звали, то есть это и конструировали, это был строитель дом, родители строили. Дети, конечно, строят быстрее, пришлось им прийти на помощь родителям. И прически они делали, и из теста тут же они повар вырезали, потом принесли с печеным, и все это, естественно, чайпите было. То есть, в принципе, вариантов работы тьма, это и круглый стол, и беседы, обмен опытом, различные осенние, где они поделки несут до зимних, это уже в каждом саду есть. Словно быть увлеченным самому воспитателю. Система должна быть, родители привыкают, что это есть, они иногда сами заранее, а когда это будет, а у нас вот это есть, начинают нести, им нравится. Вот еще важная составляющая системы, да, не от раза к разу. И вот там раз разделил, галочку поставил. Вот, вот и все, это, конечно, не будет. Вот сейчас уже осень, и родители ждут День открытых дверей, потому что вот мы в своем учреждении осенью регулярно проводим День открытых дверей. То есть это начинается от самого утра, когда дети приходят, и родители вместе присутствуют в этом процессе. И все заканчивается уже родительским собранием, конференцией по питанию, то есть все там представляется родителям, те продукты того, что имеют их дети в течение дня, то есть все это... Здоровье очень важная составляющая, каждый, вот родитель первое, наверное, да, чтобы ребенок не заболел, был здоров, и больше того, накапливал здоровье в садике, оздоравливался как-то. Как это применяется в нынешней системе? Какие есть возможности в детских учреждениях оздоровления? Ну, конечно, уж не с медицинской, такой вот совсем точно, а в широком смысле. Нет, ну, есть детские учреждения дошкольные с бассейнами, это уже сандарт, да, у нас есть бассейн. Бассейн, то есть это уже прям очень положительный момент, хотя я помню, может быть, конечно, мне память изменяет, но какой-то был момент, когда нам, ну, как-то Роспотребнадзор, да, наверное, вот все эти оздоровительные, здоровьесберегающие дорожки, вот это вот как-то нам отменили, это все резко, чтобы мы это не закаливающие процедуры. Закаливающие, да. Ну, это не только дорожки, да, то есть мы... Осторожные, да, потому что у всех разное здоровье, да, конечно, один оздоровится, а второй заболеет при этих процедурах. Потому что была волна, вот я помню, употребление кислородных коктейлей, то есть все это, все это было. Пробуется и... Да, 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 но опять же никто не заменит, наверное, вот этих вот всех мероприятий здоровьесберегающих, которые проводятся в учреждениях, опять же, повторюсь, совместные с родителями. Начнем с того, что у нас каждое утро начинается зарядка. Да, вот это... Да, что у нас в системе, это даже ежедневно. Утром все приходят, досонные, в понедельник, зарядка утренняя, дыхательная гимнастика, все, ты готов к работе. И воспитатели взбадрившие, детей вроде глазки заблестели. Это самое простое, что можно сказать. Да, что важно сказать родителям, вот очень коротко, самое главное. Вообще, перед тем, как они отведут ребенка даже вот в следующий раз, или даже в этом году приведут в садик, вот что им важно знать, понимать про эту систему обучения? Знаете, я бы хотела сказать, что родителю прежде всего нужно уметь слышать ребенка и служить. И знаете, как бы даже в этом круговороте событий, да, хотя бы вечером удалить 15 минут, просто сесть, да, как бы нажать на паузу, нажать на паузу суету, и просто заняться тем, о чем он вас попросит. Поиграть в шалаш, поиграть в шалаш. Не в компьютер с ним поиграть, а выключить. Мне очень нравится английская пословица, что она глотит, «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя». Они все равно станут похожими на вас. Поэтому пример – это очень важно. Даже я вот сама анализирую пример моих родителей, все равно это главнее. То есть если ты говоришь одно, а делаешь совершенно другое, какой результат будет? Никакого. Поэтому действительно пример – это самое главное в жизни. Да. Самое главное – играли, чтобы они с детьми. Они ведь маленькие, да, школьники. Не важно, в их любимую игру. Ведь кто-то с ним идет пластилин, вот есть любители. И тогда уже даже во время игры можно и наставления какие-то потихонечку. Кто-то что-то клеит, а там столько всего можно в процессе рассказать, сказать. Да, да, да. Ну я хочу в завершении нашей программы поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Очень рада, что вы увлеченные люди, всем сердцем отдаете своей работе. И понятно, что если вы стали призерами конкурса, и дети вас любят, и родители, и вам тоже желаю каких-то методических новых разработок, чтобы это внедрялось правильно, целесообразно. И хочу, чтобы вы тоже поздравили своих коллег. У нас камера, несколько минут, буквально несколько слов, даже минутка, наверное. Давайте с вас. Можно я небольшим стихотворением любимым своим поздравлю? «Бог создал женщину из роз, из гиацинтов и жасмина, из яркого сияния звезд, из бриллиантов и рубина, из теплых солнечных лучей и кружевных узоров зимних. Бог создал женщину из роз, и каждая неповторима». Дорогие коллеги, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми навсегда. С праздником! Ой, спасибо! Замечательное поздравление, Мария, буквально несколько. Да, я бы хотела поздравить всех моих коллег-воспитателей. Хотела бы передать привет, если можно, своему любимому саду 332, моей администрации, всем коллегам. Самое главное, хотела бы пожелать, чтобы все были здоровы и счастливы. А остальное вы сможете добиться того, чего вы пожелаете и о чем вы мечтаете. Спасибо. И у вас завершающие поздравления. Уважаемые коллеги, хочется поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать, конечно же, всем здоровья, творческих успехов, профессионального роста. Оставайтесь счастливы и благополучия вашим семьям. Ключевое слово «семья». И мы завершим, потому что это действительно очень важно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Приходите к нам еще, делитесь своим успехом. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.